Всем привет! С вами, как всегда, Дезертира. Сегодня мы будем играть в Assassin's Creed Black Flag. И это будет первая часть, соответственно, записи. И давайте поедем потихоньку. Что ж, не будем, как говорится, тянуть времени и начинать с самого начала. Надеюсь, всё получится отлично. Зарегистрироваемся своим собственным ником. И поедем дальше. Берегись! 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 Видите его? Всех пушкам! Берегись! 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 Так, заодно пока сделаю ещё... Упс, не туда. Заодно сделаю параметры. Звука немножко послабее. Громкость музыки на шесть. Эффектов тоже. А вот голос, наверное, можно оставить на... Вот русские песни включить. Да пусть будут, они мне не мешают. Тем более, я их даже не слышал, поэтому... Так. Ну, сейчас пойди. Всё должно быть нормальным. Так. Наша задача сейчас... Что сделать? А, стрельба из пушек. Всё. Понял. Всё то же самое, что мы делали тогда. Так. Главное потопить этих гадов. Готовый пить! Огой! Что? Хороша водичка! Ох, хорошо дула самок. Робля сразу. Два тым и дорога! Так. Ага. Вот ещё прицеливание, кстати. Зов! Не вышло! Перезаряжай! Перетормозим. Готов. Так. У него побороны. Что? Хороша водичка! А потом ещё один. Надо быстрый разворот делать. Мы можем задом же стрелять, да? Ох ты! В него молния вылетела. Надо отдать скорости! Держитесь! Отлично... Не очень отлично. Совсем неотлично. И... Получает, тварь. Так. Готов! Ну, последний залп. Всё. Нету большего глаза. Отлично. Ух. Справились с этим делом. Борок! Сейчас рванет! Твою ж мать. Тушите огонь! Давай сюда, пес! Ассасин? Я думал, я здесь. Ну ладно. Это опасно? Эдвард? Каперство это опасно? За опасность нам и платят. А почему не Королевский флот? Там жалования и люди знатные. К черту все это узнать. Убиваться за гроши, чтобы капитан наживался. Так не заработаешь. Опять ты о деньгах. Пойми же, Кэролайн. Я хочу достойной жизни. Хочу жить в достойном доме. Есть хорошую пищу. И сколько же тебя не будет дома? Год может. Или два. Хорошо. Не больше двух. Обещай. Так, какого? Он еще жив? Окей. Мы живы. Надо как-то спасаться. Давайте к берегу поплывем. Чтобы плыть. Нет, нам с шифтом все-таки удобнее. Шифтом он быстрее плывет. Хорошо. Да я уж в курсе, что надо шифт. Так. Блин, ну, кстати, красиво я вам скажу. О, да, еще прикольно. О, там, слушайте, даже рыбки плавают. Смотрите. Прикольно. А можно вот на этот остров? Да, можно будет, смотрите. То есть, это получается, что... Офигенно. Короче говоря, довольно все хорошо сделано, прорисовано. Мне нравится. Несколько вам. Мне лично офигенно все сделано. Вода прозрачненькая, хорошая. Далеко не так, как было в Assassin's Creed. В первом, в втором. В общем, выбрались, спаслись, устали, но живы. Тоже понравилось? Гавана. Мне нужно в Гавану. Надо лишь построить новый корабль. Я заплачу. Ведь пираты любят звон монет. Я дам тебе сотню искуда. Так-так. Тогда или нет. А деньги потом, да? Пираты, черт бы вас побрал. Облом, чувак. Порох-то. Намок. Далеко собрались-то? Вот-вот. Ну что, давайте его догоним. Я думаю, нам не сложно. Но у меня есть желание его уже наказать. Потому что нефиг от меня целиться. Я это не люблю. Отсюда до Гаваны. Сотня лит, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Так, куда мы, собственно, идем? Ага. Да, значит, правильно понял, что там вышка. Ну, логично еще. Нам надо смотреться, что вообще, куда мы попали, на каком острове мы находимся. И что вообще, поблизости есть. Поэтому, да. Мы лезем вверх. Только непонятно, откуда здесь прям вот столько всего настроено. А можно прям внутри вот так вот? Отлично. И... Сюда, да? Синхронизация. Ну вот, все, мы добрались до верха. И, блин, правда красиво. Опа, она там подсветилась. Какой-то сундук. Болван. Куда он бежит-то? Куда-то в ту сторону бежит, сволочь. Пойдете за мной, убьем. Попробуй только. Так, давайте соберем сокровище. Здесь еще общение есть. Оба. Вот есть и вот есть. Они, походу, где-то... Там, если я правильно понимаю. Оу. Как нам туда попасть? Вот так? Да. Слушайте, правда можно. Отлично. Я думал почему-то, что он разбиться может. Нет, видите. Так, украсить. А, собственно, что может еще делать пират? Наверное, для пирата все эти выражения будут самыми лаконичными, с учетом его профессии. Что за... Какая-то бутылка. Но с ней можно взаимодействовать. Обсерватория. Несколько дней я расспрашивал моего похитителя Балама. Он расспрашивал меня не меньше, но я не мог не гадать, что меня ждет. Наконец, седьмой день. Я выложил то, что тяжелым грузом лежало у меня на сердце. Чего вы хотите от меня? Что держите меня в плену? Ну, а Балам рассмеялся и ответил, ты здесь не пленник. Мудрец, ты можешь уйти в любое время. Только скажи, куда хочешь попасть, и это будет в наших силах. Мы доставим тебя. Точнее, если это будет. Сей совет удивил и даже рассердил меня. Так зачем же похищать меня таким дьявольским способом? Ты поступил как разбойник, не иначе. И вот что я услышал. Твой хозяин принимал у себя тамплиера, и, быть может, сам уже примкнул к ним. Таким людям нельзя доверять такое сокровище, как ты. Беги. Береги их. Им нужно... Им нужно знание, которое таит твой разум. Твои видения, твоя память и путь к одному месту, некогда дорогому для тебя, к обсерватории. Меня зазвенело в ушах. Я слышал это слово раньше, снова воспоминания из белых времен. А что от меня хотите вы? Спросил я. Вы также пожелаете вырвать у меня эти тайны? Балам улыбнулся. Я их не боюсь, но только ты решишь, с кем ими делиться. Твои тайны принадлежат тебе и только тебе. Так, ну, видимо, это, наверное, хороший человек, раз он, как бы, ну... Хотя... С чем я говорю? Какая нам разница? Мы вообще его не видели и не знаем, кто он даже. Так, ну, как нам? Ага, на чё, правильно, даже повез сразу. Опа. То есть я всё-таки один не взял. Да, вон он, вижу. Вижу, 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 вон он лежит. Мы его добыли. Отлично. Так, следующее. Чё у нас здесь ещё есть? Взбираемся на корабли. Лезем вверх. Ох-та. Стоп, назад. Я хочу по этой фигне забраться. Давай, чувак. Ой, ну куда ты, ты? Да-а-а. Чем он сейчас сбок прыгнул? У него просто интересно. Ну и ладно. Там, я так полагаю, что, да, всё-таки собралось. Э, почему сначала-то? Эй, приятель! Не будем ссориться! Да ладно, прям вот опять. Ну ладно, хотя бы синхронизацию проводить заново не надо. Мы можем просто пробежать до конца. Отсюда до Гаваны! Сотня лит, не меньше! Вы что, пешком пойдёте? Ну да, чё ему ещё делать-то? Может даже вплавь пойти. Можем мы сами за ним последовать. Эх-хэ. Так, стараемся в любом случае быстро-быстро пробегать всю эту гадость, потому что сидеть второй раз, а те же самые мне, зоны, лично, нет. Здесь вот можно сразу подняться. Всё, отлично, ладно. Чтобы потом сверху там не терять этого времени. Всё. Синхронизация, нормально. Так, отлично. Тут какой-то... Балван! Там ассасин. Куда он бежит-то? Пойдёте за мной, убьё! Попробуй только. Так, нет, стоп. Где-то снизу, вон сундук. Вон сундук. Я не знаю, кстати, чё вы там за... То ли самолётик, то ли что это. Некуда я... Смотреть. Открывай давай. Так. Здесь животное. Это, видимо, как в предыдущей части. О, он убил кабана, сволочь. Даже не снял, снял шкуру. Как так можно вообще? Как так можно относиться к животным? Убил и не снял шкуру. Я б сказал, что, мол, ай-яй-яй, таким быть. Так. Это, видимо, сундук наверху. Вообще, по-хорошему говоря, надо попробовать всё собрать, потому что я... Я... Не знаю, вернусь ли я сюда. Вместе! Нам было бы легче! Так, давайте сначала соберу сундук. Отлично. Вот, кстати, вот я смотрю, даже мелкие детали, такие, как верёвки, вон, валяются. Очень прикольно. Так, забираемся, делаем ещё одну синхронизацию. Отлично. Отлично. Чё, наверное, вокруг нас там ничего нет, правильно? Нормально. Проги сходом. Или слываем. Вижу, застраницей. В смысле? Да ты охренел, блин! Я сейчас пристрелю к чертям. Хотя у меня нечем стрелять. Пофтаймоватому югостак. Чувак, ну ты охренел, честное слово. Эй, всё, запускайся. 37, 36, 35, 34. Всё, догнал. Ага, он меня ещё и сам ждёт, видимо, хочет стопить. Ну давай. И это ассасин? Чё-то как-то... Не, не похож он на воина, который один за десятерых, где стоит сотни и так далее. Слабоват он такой. Синьор Дункан Уолпал. Я принимаю ваши щедрые предложения и с нетерпением жду у себя. Если вы располагаете нужной нам информацией, мы щедро вас вознаградим. Конечно, я не знаю вашего лица, но, полагаю, смогу узнать по костюму, которым славится ваш орден. Итак, поспешите в Гавану. И поверьте, мы примем вас как брата. Сумасумильде сервидор, эль губернадор Лауреано Торрес и Айала. Что ж, Волпал, пора за наградой. То есть мы всё-таки а-ля ассасин, но всё-таки не ассасин. Да, жарковато здесь, конечно. Давайте попробуем путешествовать ещё по острову, потому что я видел, что где-то в той стороне были различные предметы, которые можно, в принципе, собрать. и именно хотелось их собрать. Можно вот этой деревяшки собраться наверх. Ну же, там посмотреть, да, я правильно увидел. Я вот здесь, это нужный мне путь. Какая-то даже мелодия, он на карте отображен. Интересно, что оно значит. Оу. Так, а как туда попасть? Так, ладно, с этим попозже. Хотя вообще, насколько я помню, ассасин вот этот считается с открытым миром, и то есть сюда, в принципе, можно в любое время потом будет попасть. По идее, почему бы лишний раз не пособирать нужные нам вещи. Здесь попробуем, какая-то мелодия есть. А, это, видимо, как вот те листки, которые мы собирали в третьей части. Ну, там тоже вот листки бумаги летали, и нам их надо было схватить, собрать. Помню. Так. Шанти-1. В общем, мы что-то дособрали. Видимо, это мы сможем потом научиться играть на всякие пиратские там песни, не знаю, еще что-нибудь, скорее всего. С этим это, наверное, связано. Можно сказать. Что там у нас добавилось. Ну, а пока пошла, нет, в принципе, нет. Так. Все-таки, что это за фигня? Нет, выбирайся. Да. Вот что мне, кстати, нравится, то, что он спокойно выбирается, куда он хочет, по сути. Какой-то фрагмент нашли. Видимо, это опять часть анимаса, для синхронизации. А вот. Ну, что, поохотимся на кабанов? Стоп, а почему анимацию бить, что кинжалом? Он же его как-то выбросил, не? У нас вообще, по идее, скрытого кинжала нет. Ну, да. У нас нету скрытого кинжала. А почему он тогда анимирует, как убийство им? Рано, ну ладно. Все, окей. Ничего такого. Так, поохотимся еще. О, там, кстати, какая-то маска в Вуду, что ли? Ну, точнее, не Вуду, а... Где-то нынки-нинки. Где-то там. А ну, стоять. Это, в смысле, не тот он амбеллист. Давайте заберемся, посмотрим. А, все, амбеллист. А, все, амбеллист. Стоп, а как-то... Так, нет, это, наверное, вот так вот. Ага. И, и что это? Доберитесь. А, то есть я че-то... Я че-то нашел. Слушайте. Так, давайте сундук сначала открою, чтобы он встанется. Я че-то нашел. Пересвечаю это. Ой. Копать. Как он будет копать? Ножкой? Шпагой? А, он не копает, он просто поднял камешек. И че мы нашли? Камень майя. Круто. Окей. А, еще один. Малыш, стой! Ты мне нужен. А вон и твой братец, который тоже сейчас мне понадобится. Не? А, ладно. Я просто помню, что, во-первых, шкуры и прочее нам нужно для того, чтобы делать вещи. Ну, дополнительные. А, еще, помимо всего прочего, нам нужно будет там для продажи, чтобы денег побольше заработать. Все такое. Дело, что денег у нас на самом деле не так уж и много, но я еще, кстати, не понимаю, а где здесь сундук? Он находится где-то ниже. У нас еще одна кабанчика. Я лишь понимаю, можете сказать, что убийство животных и все такое. Нет, это нам надо. На руку это нам надо и это все. Важно. Ладно. Можно как-то отсюда допрыгнуть? Ага, можно, слушайте, да, прыгнул? Отлично, и куда мы попали? Какой-то грот, хранилище, я не знаю, что это. Это, скорее всего, какое-то пиратское хранилище. С деньгами и прочим. Ага. Отсюда, оказывается, был простой выход. То есть... Не надо было вот так геморройно туда попадать. Ну и ладно. Тогда мы сейчас берем здесь... Вот этот подсвеченный... Артефакт. Что это? Фрагмент. И уже идем к концу миссии, наверное. Где-то же здесь он должен быть. Найти путь в Гаванну. Наверное, это конец. Эта шхуна здесь очень кстати. Ага. Правда. Так, я нажал синхронизироваться. А, просто чуть не дошел. Все же красиво. Не знаю, мне нравится. Блин, почти в камни упал. Просто решил пойти вот за тем сундуком. Вот. Во время игры и впоследствии я, наверное, не буду прям вот так вот все добывать. Потому что это... Командор направился в Кингстон. Изымим этот корабль и последуем за ним. Простите, Кингстон? Нет-нет, наш путь лежит в Гаванну. Я лишь купец. Молчать, проклятый пират! Тебя вздернут за твои грехи! Сэр, но я же ни в чем не виновен. Мы встали на якорь, чтобы пополнить запасы провизии. Ага. Стоять! Держи их! Дай мне хоть одну причину не убивать тебя. Возьмите мой сахар, забирайте все! Да, знаешь, как он твой сахар сдался. Честное слово. Я заплачу! Скажите, сколько? Так, вот там что-то есть. Нас, кстати, до сих пор не увидели, что самое интересное. Хотя вот мы тут прям вот так вот щеголяем. И нас довольно, на самом деле, сложно не заметить. Возьмите мой сахар, забирайте все! Да ладно, я вот не поверю, что он не слышит то, что я свистел. А второй прям не увидел, что я его вдруг убил. И эти, главное, тоже не видишь, что я их убиваю. Отлично, все умерли. Вы же не скроетесь с моим кораблем? Дункан, ваше имя, друг? Стит, Стит Боннет. Господин Боннет, строго между нами. Я выполняю тайное поручение Его Величества. И мне срочно нужно в Гавану. Какое счастье! И мой путь в Гавану. Отправимся вместе. Союзники, стало быть? Слава Богу, сэр. Поначалу я принял вас за пирата. Правда? Да, у вас особая манера держаться. Сразу видно, вы не шутите. Я струсил. Но сегодня и день богат на разные события. Согласитесь? Ну, как-то, в общем, он нам вроде доверяет, но вроде и нет. Опасаюсь кораблю, нам придется плыть. Плыть, да. Какая-то карта. А, ладно, фиг. Могло бы быть и хуже. Могло бы быть и хуже, да. В общем, какая-то карта. Ну, зачем, на самом деле, мне нравится то, что здесь есть живность, рыбы, черепахи вот там были. О, нелегко. Надо было снять камзон. Крабики вон там. Прикольно. Игра более живая стала, по крайней мере, на мой взгляд, да, то есть, чем была. О, у нас теперь есть своя команда, получается, то есть, у нас почему-то решили принять за пират. Еще паруса отдать. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товар из плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Да, пойдем, наверное, на всех парусах, а выйдем отсюда, скорее всего, уже. И это будет оканчивание мсерей. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана. Крепкий аромат возможностей. Правильный настрой, дружище. Так. Нанесемся быстрее самого ветра. Ну так, на всех парусах, как говорится. А у нас, я так понял, пушек нет. Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно. Да. Там оживленный путь. Ну, тут никто... Люди говорят, что нам опасаться пиратов. Корабль невелик. На борту ничего ценного. Сахарный тростник, баток, ром. Подобные товары. Хе-хе-хе. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да. Тут мы правы. А нам чуть-чуть осталось уже выйти. У них тут пока веселые диалоги насчет пиратства и прочего. Ну и, к счастью, он не знает, что мы тоже пираты. Вау. Охрененно. Это, конечно, я предполагаю, что это кат-сценка, но, блин, то, что здесь... Есть такое-то весело. Вы прирожденный моряк. Я успел немало постоять у руля. Два года был матросом на капере. Черт, повери. Вот жизнь достойная мужчины. Столько приключений. Изумительно. Да, странного я видел немало. Субтитры сделал DimaTorzok Оставляйте комментарии о том, что бы вы хотели видеть еще. И всем спасибо. Всем пока. Удачи, удачи. И с вами, как всегда, был Дезертир. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok